Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я Валерий Седов. Сегодня поговорим с Анной Щеголевой. Она начинающий режиссер. Речь пойдет о ее короткометражке. И чтобы понимать, о чем речь, ссылка на нее будет в описании. Как посмотрите, возвращайтесь обратно к передаче. Анна, здравствуйте. Почему короткометражка называется «Беда номер раз»? Я всегда думал, что дураки и дороги. Дороги – это вторая проблема. Почему беда номер раз? Или здесь все гораздо глубже? Смысл данной короткометражки в том, что она затрагивает проблему одной из самых болезненных для России. Это проблема дорог. Еще Николай Васильевич Гоголь это говорил, это, собственно говоря, аллюзия на его цитату. Не дураки ли первая проблема? То есть, есть ли вот эта вот часть как раз таки дураков? Дураков везде много. На них уже никто не обращает внимания. Это уже стало такой второстепенной проблемой. Почему выбрали этот сценарий? Ведь написали не вы, то есть вы выбрали этот сценарий для своей работы. Почему выбрали его? Мне хотелось показать ту тяжесть и мучительность, которую испытывает человек, самостоятельно решая государственные проблемы. Так герой целыми днями сидит в подземном переходе, мерзнет. На него косо глядываются прохожие. Все это он делает для того, чтобы построить дорогу с отцом. Финал вы оставили открытый, то есть неизвестно построят они дорогу или нет. То есть там отец говорит, что не переживаем. Они пытаются. Но финал он открытый, каждый додумывает сам. Да. Такой момент. То, что на экране у нас выглядит как три минуты. Сколько на самом деле заняли съемки? Сколько это снималось? Это снималось целых два дня. И потом нам через несколько недель пришлось приезжать и доснимать некоторые кадры в доме. Это произошло из-за погодных условий и в силу того, что, наверное, нужно было максимально подготовиться на этапе при продакшн. То есть максимально четко заготовить раскадровки. Раскадровки позволяют снять сразу монтажно. Давайте вот непосредственно перейдем к съемке короткометражек. Вот есть у вас сценарий, а что делать дальше? С одним сценарием в кино не снимешь. Как поступать дальше? Нужна съемочная группа. Люди, которые будут помогать проводить съемки. Это операторы. Желательно, чтобы их было больше. Два или три. И это, соответственно, позволяет сэкономить время на съемках и получить больше отснятого материала. Кадров, которые потом могут пригодиться для того, чтобы выбрать наиболее лучшие из них по крупности, по ракурсу, чтобы они хорошо склеивались. У нас есть операторы. Кто еще нужен? Нужен звукооператор, нужны непосредственно сами актеры. Также должен, по идее, должен быть продюсер. Но отнюдь не всегда у начинающего режиссера бывает продюсер. Это нормально. Мне повезло, у меня он был. А так, не стоит опускать руки и отказываться от дела. Нужно помнить о том, что режиссер всегда может выполнить функции продюсера. Какую функцию у вас выполнял продюсер? Что он делал? Он договаривался со знакомыми по поводу помещений, в которых можно проводить съемки. Двор, как же снимали. Как найти актеров? Есть у нас сценарий, есть, наверняка, когда считали сценарий, у вас наверняка были в голове образы актеров, то есть образы людей, которые там участвуют. Как найти актеров? Где их искать? Для того, чтобы взять актеров, можно провести кастинг. А где давали объявления о кастинге? Как это работает? Объявления о кастинге можно дать в интернете, на различных каналах, интернет-каналах. В соответствии, согласовать с продюсером, с киностудией. Так делаем. А в вашем случае вы быстро нашли актеров? Да, мы быстро нашли. И некоторые из них, очень многие, это члены нашей киностудии играли. То есть есть здесь преимущество, когда играют члены киностудии, с ними проще договориться? Ну, с ними проще договориться. Они, так сказать, имеют хоть небольшой опыт съемок в фильмах. Некоторые большой имеют. Ну, вообще, если согласиться сниматься профессиональный актер, то это очень большая удача. И порой они даже соглашаются на это бесплатно. Это может означать то, что им очень понравился ваш сценарий или роль. Скорее всего, вам придется снимать фильм с непрофессиональными актерами. Ну, или с не очень опытными. Потому что нужно иметь в виду, что все равно все это стоит денег каких-то. А момент удачных кадров? То есть сколько... Как долго вы ставили картинку? Как долго вы ставили одну сцену до тех пор, пока не скажете, вот это идеально? Было, что в некоторых сценах приходилось снимать по несколько дублей. Из-за того, что некоторые актеры не могли правильно сыграть. Возможно, не всем подходила роль. И это уже было заметно. Уже непосредственно на съемках. Правильно все это делать на кастинге. Выбирать, кто подходит, кто нет. И уже не надеяться, что обязательно все получится изменить. Нужно смотреть сразу, чтобы потом было меньше проблем. Это ваша первая короткометражка? Это ваша первая работа? Это первая. С какими трудностями вы столкнулись уже непосредственно на съемках? То есть какие подводные камни вы для себя нашли и теперь уже понимаете, где нужно, на что нужно обратить внимание? Мы столкнулись с такими проблемами, как работа с актерами. Работа с актерами – это очень важный навык режиссера, который необходимо развивать. Некоторые актеры, как вот уже говорилось, не все подходили на роль. И с этим было очень сложно. Как они не старались, их походка, голоса все равно так или иначе не соответствовали тому, что хотелось получить в итоге. И поэтому переснимали много дублей и перезаписывали их реплики. Также столкнулись с тем, что была недостаточно продумана раскадровка, как потом оказалось. Из-за этого пришлось приезжать уже спустя несколько недель в дом и переснимать. Там уже изменилась, конечно, и погода. Это так делать нежелательно, потому что все нужно снимать и в назначенные дни переснимать и доснимать и что-то уже не нужно. Нужно работать с отснятым материалом, потому что за несколько дней, вот за такое приличное время может произойти изменение в погоде. Если, например, осень, то уже могут листья облететь. Если актер, то могут волосы так или иначе отрасти. В жизни это порой незаметно, а на экране это очень заметно. А такие специалисты, как художник по костюмам, световики, они были у вас на площадке или кто-то брал на себя их обязанности? Совмещали, потому что у нас не особо большая группа, где-то 10 человек было, съемочная группа. Вы снимали вот самая первая сцена, она проходит в подземном переходе. Насколько реально там было снять, чтобы и людям не мешать? То есть, понятное дело, что ресурсов, чтобы перекрыть подземный переход, вряд ли они есть. Как снимали эти сцены? Мы так и снимали, и некоторые из них получились, так сказать, случайными актерами. Это прохожие. Некоторые из прохожих подавали герою деньги. Это тоже было. Но самые главные, которые дают 100 рублевые, это все-таки актеры, да? Да. Они собирали так дополнительный бюджет на фильм, на какие-то расходы? Особо, практически бесплатно сняли его. Но все-таки, вот сцена переходит, то есть, и свет выставить, и все это. Как долго заняли съемки, какой был подготовительный этап? Снимали примерно все это полдня. Подготовительный этап. Ну, то есть, именно оборудование выставить, понять, где будет сидеть актер. Ну, пробовали с различных ракурсов поставить, как лучше, как хуже. Что это так смотрели по месту больше. А вот с такой командой мы сняли кино по сценарию. Что дальше? Какой дальше постпродакшн? Вот у нас есть гора от снятого материала, раскадровки. Что с этим делать дальше? После этого наступает третий этап. Называется постпродакшн. То есть, это монтирование. У вас это было отдельно, эти специалисты? Или вы монтировали? Или вы монтировали со специалистами? Мы монтировали вместе, но в основном там тоже есть режиссер по монтажу. Но режиссер по монтажу, он вряд ли присутствует на съемочной площадке, то есть, он уже имеет дело непосредственно с кадрами. Да, но у нас он выполнял функцию оператора. Ага, то есть, у вас оператор, режиссер монтажа, он понимал, с чего монтировать. Да. Ну, а в целом, после его работы приходилось ли какие-то там мелкие детали переделывать? А да мы монтировали вместе в Дискорде. Ага, то есть, вы вот так вот... Остальное, да, он сам там монтировал. Мы все смотрели, обсуждали. А что делать дальше с фильмом? Вот у нас есть готовый фильм. Как вы с ним поступили? То есть, вы его куда-то отправляли? Вы его разместили в соцсетях? Мы разместили пока в соцсетях. Вообще, когда... Короткие метры – это вообще способ заявить о себе. Возможность отправить работу на фестиваль. Это нужно заметить то, что он не требует каких-то особых вложений. И стереотип о том, что кино всегда стоит очень дорого – это неправильно. Есть много выдающихся фильмов, которые сняты с минимальным бюджетом. А вот среди режиссеров, например, у вас есть какой-то объект подражания, на кого хотите быть похожим? Есть. Алексей Балабанов – это мой самый любимый режиссер. После просмотра его фильмов, как только увидела, я почувствовала что-то родное. Я почувствовала эту атмосферу, в которой мне хочется работать, в которой мне хочется пребывать. Я знаю все его фильмы, и каждый мне очень понравился. То есть, в принципе, его работы были таким референсом для съемок вашей? В чем-то да. Также мне нравится Андрей Тарковский, его работы. А Тарковский чем нравится? Тарковский нравится тем, что в своих фильмах он поднимает темы душевности, душевного состояния человека, переживаний его внутренних. Все это настолько органично смотрится в его фильмах, что это очень цепляет за душу. И происходит понимание того, что творилось в его душе, о чем он думал. То есть, режиссер должен снимать свои фильмы, вкладывая в них душу, делясь со зрителем именно теми эмоциями, переживаниями, которые он испытывает непосредственно. Непосредственно. Раскрывать свою душу, а не просто так что-то снять на конкретную тему, не показать свои отношения к этому. И давайте напоследок такой вопрос ответим. Какой необходимый набор навыков, хотя бы минимальный, чтобы взять готовый сценарий или написать сценарий и сказать, я готов его снимать? Что для этого нужно? Может быть, о какой-то базе знаний о съемке, какие-то книги прочитать? Я опиралась на книгу Лотмана «Диалог с экраном», также на книгу Соколова «Монтаж». В этой книге рассказывается о десяти правилах монтажа, которые непосредственно обязательно нужно соблюдать, чтобы правильно снять фильм. Анна, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.